МАГАДАНСКОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ В Магадане утвердили места для выгула домашних животных. Таких территорий в городе 13. Освоить рабочую профессию удаленно без практики невозможно. Также руководитель обратился к студентам и их родителям с просьбой не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, чтобы сохранить возможность учиться в первичном формате. Уважаемые студенты, уважаемые родители, уважаемые жители города Магаданской области, я призываю вас носить маски и обрабатывать руки дезинфицирующими растворами в общественных местах. Это позволит нам сохранить наше здоровье и наши жизни. Это позволит нам сохранить образовательный процесс в полной мере. Мы тогда не будем уходить на дистанционную форму обучения и будем очно с вами общаться. Преподаватели вам будут рассказывать, показывать и предоставлять те знания, которыми они владеют. Во многих регионах нашей страны сейчас уже вводится дистанционный режим обучения за счет того, что мы не соблюдаем с вами масочный режим и не используем средства индивидуальной защиты. И поэтому, чтобы мы с вами могли дальше продолжать образовательный процесс, я настойчиво вам рекомендую носить средства индивидуальной защиты. Кроме учреждений среднего специального образования удаленка не распространяется и на обучение в медицинских вузах по таким специальностям, как лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология и по направлению подготовки сестринского дела. Колымские спасатели эвакуировали пострадавшего рыболовного судна «Сивуч» в Охотском море. 13 ноября на пульт территориального центра медицины и катастроф поступил тревожный сигнал. Звонил капитан корабля. У одного из сотрудников персонала рыболовного судна случился инфаркт. Потребовалась срочная госпитализация пострадавшего в медицинское учреждение для оказания профессиональной помощи врачами. Спасатели МЧС России по Магаданской области и специалисты регионального центра медицины и катастроф задействовали вертолет Ми-8. После часового поиска судна в акватории Охотского моря вертолет благополучно завис над целью. Участники поисково-спасательного отряда десантировались на борт корабля в специальной люльке. Пострадавшего усадили в корзину, пристегнули ремнями, надели спасательный жилет и подняли на борт вертолета. В кабине воздушного транспорта пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего приземлились в аэропорту «Сокол» и доставили главного пассажира в Магаданскую областную больницу для дальнейшего лечения. Поисково-спасательная операция прошла без происшествий в штатном режиме. В Магадане утвердили места для выгула домашних животных. Постановление подготовила мэрия областного центра. Всего таких территорий в городе 13. В районе улиц Портовой, Флотской, набережной реки Магаданки, Колымской, Марчиканского и Портового шоссе. В районе третьего микрорайона, Горохового поля, а также поселках Сокол и Уптар. По словам специалистов, нужно отличать выгул животного на специальной площадке от передвижения с ним по городу. Второе можно делать по любой улице. Кроме того, эксперты отмечают, что при выгуле питомца нужно исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности четвероногого, не допускать выгул животного в запрещенных местах. В Магадане провели межрегиональный форум высшего образования. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Обсудили рынок труда на территории Колымы, повышение качества жизни на Дальнем Востоке, а также пандемию как катализатор изменений университетов. Также рассмотрели эффективные модели управления высшими учебными заведениями. Такой опыт межрегиональных совещаний не первый для Магадана. Подобные форумы проводились в других субъектах Российской Федерации. Мы сами участвовали, поскольку Zoom это позволяет делать, подключаться в разное время, в разные места, мы это делаем. И опыт разных регионов становится нам доступнее. То, как решают эти проблемы в аналогичных субъектах, в дальневосточных, в других районах страны, очень полезное мероприятие. По словам специалистов, некоторые технологии уже начинают внедрять в университет. Кроме того, СВГУ поделился и своим опытом с Камчатским государственным университетом и другими вузами. Специалисты надеются, что благодаря форму, качество обучения и жизнь в Магадане возрастет. В студентах Северо-Восточного государственного университета началась практика. В крупнейшем вузе региона по программе магистратуры обучается около 20 человек. Это педагогическое и психолого-педагогическое образование. Евгения Евстигнеева окончила бакалавриат в СВГУ по профилю «Журналистика». Решила продолжить обучение по педагогической направленности, поскольку хотела попробовать себя в роли преподавателя русского языка и литературы. К практике вузе готовилась основательно. Девушке нужно было провести лекцию и семинар в университете. Мы провели наши первые пары по русскому языку и литературе. Наши преподаватели присутствовали на занятиях и в чем-то помогали нам, исправляли. Помогали на практических занятиях со студентами. Мы получили большой опыт в этих занятиях, потому что работать со студентами – это основная часть, основная задача преподавателя. Евгения рассказала, что работать со студентами было приятно. Они активно участвовали в занятии. На все вопросы ответили верно, хорошо подготовились к паре, отмечает девушка. Лекцию Евгения Евстигнеева провела у второго курса. Ребята – будущие учителя русского и литературы. Студенты рассказывают, что благодаря этой паре смогли представить себя в роли педагога. Мне понравилась пара, потому что мы посмотрели на себя в будущем. Будучи студентами второго курса, нас это ждет, ожидает спустя, может быть, три года, четыре. И мы также можем пойти в магистратуру. И у нас будет такой же опыт, как у людей, которые проводят сейчас пары. Студенты отметили, что на занятиях с магистрами не хватило диалога. Однако пара им понравилась. Из-за непростой эпидемиологической обстановки студенты должны находиться в масках. Кроме того, в холле университета измеряют температуру. И каждый посетитель обязан продезинфицировать руки. Часть пациентов, проходящих лечение от вируса COVID-19 в Магаданской области амбулаторно, получат необходимые лекарства бесплатно. На эти цели региону выделили около 5,3 миллионов рублей из федерального бюджета. Первая партия лекарств уже поступила в область. Это коронавир, орбидол, интерфероны. Оставшаяся часть препаратов прибудет в Магадан до конца ноября. Перечень лекарств, назначаемых бесплатно для лечения пациентов с COVID-19, установлены временными клиническими рекомендациями Минздрава Российской Федерации. По информации главного внештатного инфекциониста Магаданской области Елены Кузьменко, критерии назначения и категории граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, определены приказами Министерства здравоохранения и демографической политики региона. На безвозмездной основе препараты будут получать пациенты, имеющие документ о положительном результате теста на COVID-19 методом ПЦР и проходящие лечение амбулаторно, то есть дома. Бесплатно выдавать лекарства для лечения коронавируса будут инвалидам всех групп, детям-инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям, участникам ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС и малообеспеченным колымчанам. По клиническим признакам бесплатная терапия назначается пациентам с пневмонией легкой и средней степени тяжести, без дыхательной недостаточности, которые получают лечение на дому. О возмещении денежных средств за уже приобретенные лекарственные препараты для лечения COVID-19 речь не идет. Такого распоряжения нет, разъяснила Елена Кузьменко. Доставлять препараты заболевшим будут либо медицинские работники при осмотре пациента, либо волонтеры с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности. Сотрудники комбината «Зеленого хозяйства» продолжают убирать Магадан после осадков. Задействовали 20 единиц техники и 50 человек с ручными инструментами для недоступных машинам мест. Очищают тротуары, лестницы, межквартальные проезды, подъезды контейнерным площадкам. Специалисты рассказывают, что сложности иногда возникают с припаркованным транспортом. По сложности бывают иногда в припаркованном автотранспорте, который мешает. Но обычно оперативно его убирают, либо на следующий день нам приходится возвращаться на это место и дорабатывать его. Сейчас производится первичная очистка, а именно в один проход делается лестница не в полный размер, чтобы максимальное количество охватить их в минимальное время. В дальнейшем оно будет все дозачищено от бордюра до бордюра. Все лестницы будут вычищены и безопасные для пешеходов. Сотрудники комбината зеленого хозяйства ведут работы, пока закрепленная за ними территория не будет полностью очищена. Однако специалисты напоминают, не весь Магадан находится в зоне ответственности КЗХ. Одним из основных мест работы предприятия являются общегородские территории, места массового пребывания граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова